Всем привет! Сегодня мы снова находимся в магазине Moose.org. Меня зовут Илья, со мной сегодня Ваня. Привет! И в последнем видеообзоре на Squire очень многие начали писать, сделай такое же видео о Ямахе. А я начал думать смысл. Еще одно видео о Пацифике, их и так море. Давайте лучше сделаем что-нибудь интересное. И вот сегодня мы решили сделать некую баталию между четырьмя самыми ходовыми инструментами для начинающих. Мы их оценим, как они сделаны, по удобству и, конечно, послушаем на склейке. И вот сегодня мы начнем с Пацифики, раз вы ее так, да, просили. Лично я к Ямахе со всей душой, потому что и мониторы у них классные, и клавишные у меня Ямаховские есть, и F310 у меня был очень удобный инструмент. И Ямаха C40, классическая гитара, тоже самая ходовая, мне кажется, для тех, кто собирается обучаться в музыкальных школах. И вот Пацифика тоже, в принципе, уже нажила себе славу и без нашего мнения. Единственное, что по минусам я хотел бы отметить, это то, что здесь у нас не классическая форма стратокастера. Начинающим без толка мой глаз уже привык. Вот такой вот Ямаховский дизайн, он мне немножко непривычен. И здесь более толстый гриф, как будто у вас лес пол в руках, при этом гриф матовый. Это удобно, но он для меня вот толстоват. Также по минусам обычно выделяют, я сильно не трусь, но тем не менее. Струны на всех гитарах мы, кстати, будем замерять, все-таки выносить вердикт. Спасибо. Вот. Но струны стоят достаточно высоко на всех инструментах изначально. Однако болты уже торчат. И кому-то будет домешаться. Бридж здесь стоит с выемкой, такой весь серебристый, как на самых вот недорогих сквайерах. Поэтому, да, бридж здесь не самый удобный. Давайте померим. Так, у нас под шестой струной обычно должно быть 2,3, 2,2. Здесь у нас 2, это нормально. Так, и под первой должно быть где-то 1,5, 1,7. Здесь у нас 1,6. Ну, в принципе, все нормально, все. Можно обучаться, играть, все с завода, все идет хорошо, все отстроено. И, в принципе, латы нормальные. На, пощупай тоже, скажи что-нибудь. Ручки нету. Я каймахе вообще нейтрально отношусь, но конкретно вот эта гитара меня вообще порадовала. Да и всегда, в принципе, радовала сборка ее, никаких нареканий вообще. Для начинающего как раз. Мне кажется. Нет вот этой ручки, как на стратокастере, которая... Лично мне постоянно мешает. Я обожаю стратокастера, но ручку ненавижу. Здесь ее нету. Поэтому Ямаха вот так вот внешне я бы, наверное, поставил четверочку. Сделана она не придраться. Да, Ямаха всегда делают хорошо. По звуку мы послушаем. Что, возьмем следующий инструмент. Это у нас... Что у нас следующее? Айбенес. Это самый, опять же, недорогой Айбенес. Тоже с машинкой. Но вот здесь вот бридж. Все-таки Айбенесы, они металлисты, они молодцы. У них вот даже на каждой собачке тут Айбенес написано. У них вот здесь классно. Ничего вообще не торчит. Весь бридж литой. Это, опять же, суперстрат. Все удобно, все классно. Лады, опять же, все заделано. Нет, вот это новая серия Айбенесов. Прям вот недавно мне как раз появились они. Самые недорогие, самые доступные ребята решили сделать гитару еще дешевле. Что тут у нас по высоте? Вообще Айбенес должен быть пониже, позанижнее, как у Марджини. Здесь у нас... А нет. 1,9 под первый. И под шестой. 2,1. Вот оно как. Да, кстати, ни одна гитара не звенит. Ну, потому что, опять же, высота струн достаточно приличная. Тоже матовый гриф, но вот гриф, как обычно у Айбенеса, поудобнее. Ну, он не такой прям как визер 2, визер 3 тонкий. Он такой погруглее. Но, тем не менее, он, опять же, маленький, компактный, для соло подходящий. И вот лично для меня Айбенес это в металле палки номер один. Многие любят Шектер, сейчас популярные. Но лично... Мне кажется, Шектер это такая гитара. Ее покупаю для того, чтобы продать. Потому что, как не зайдешь на Авито, они всегда есть. Это лично мое мнение. Никого не хочу оскорбить. Но вот когда заходишь на YouTube каких-то там смотришь, блогеров зарубежных супер гитаристов, и почти у всех Айбенес у металлистов. Ну, это круто. Восьмиструнки Айбенес, семиструнки Айбенес, там всякие Шрейзерсы, Полифи, всякие такие вот, Вивальди. Все, кто шпарят, все вот предпочитают Айбенеса. Поэтому я... У меня тоже был первый мой нормальный гитар был Айбенес. Я их люблю все-таки. И здесь вот... Она идеальна вообще для занятий соло, потому что, как ты уже сказал, если я ей сказал или нет, не знаю, если ее отстроить хорошо, она будет вообще шикарно для... Она черная полностью. Стратокастеров полностью черные не делают. Сразу видно, ребята шарят. Мне эта гитара больше всего понравилась. Из всех. Ну, тут внешне, наверное, поставим ей высший балл. По такой ценовой категории, да. По удобству тоже все классно. Ничего опять джинге не мешает. По высоте чуть побольше. Но это все настраивается. Здесь вот запас, кстати, большой отстройки. Можно опускать. Она, по-моему, самая дешевая, да, из этих? Да, это самая дешевая гитара сегодня, что будет. Так, сейчас приступаем к моему любимому. Это Epiphone Special Tool. О нем было очень много сказано с момента создания моего канала. Поэтому я не буду повторяться. Но лично я считаю, что Лиспова-то самая неудобная гитара. Но, тем не менее, я играю на Лисполье, потому что он красивый. Здесь же у нас все по минимуму. Я начну с высоты. Сейчас. Отгадайте, сколько в уме? Ну, тут по первой струной почти три. Давай идемте. Это больше, чем на акустике. Вот так вот они идут с завода. Ну, я не знаю. Поэтому играть, конечно, на них тяжеловато будет. Под шестой три. Точно три. Реально очень высоко струны. И вот неудобно. Ничего не скажешь. Надо, конечно, не сидеть мастеру, отстраивать ее. Но все равно хочу сказать, что это Лиспол. Тем не менее. И он все равно будет неудобный. Лиспол покупают за форму. Да. За то, что их любят. Люди к ним привыкли. Здесь у нас скрашенный гриф получается, в отличие от других. Для занятий тоже это, я считаю, минус. Потому что на руки будут скользить. Пятка грифа жесткая. Поэтому их покупают за внешность. Кому прям тащат, нравится, те их берут. И еще я хотел бы отметить по минусам. Здесь вот пиноматика, это ладно, это все отлично, бог с ним. А вот колки здесь имеют люфт всегда. Самый большой холостой ход из всех гитар будет именно на эпифоне. Поэтому это по минусам. Они заменили датчики. Теперь тут какая-то вот магнет, керамика, 8 магнется, не знаю. Сегодня послушаем. В плюс, в минус. Кружку, по-моему, заднюю заменили. Тоже попробую пооценить. Я знаю, ты не очень любишь люфт пола, вообще не любишь люфт пола. Нет, я в принципе люблю люфт пола, но конкретно к эпифонам я отношусь. К каким-нибудь из-под? Крайне отрицательно. Да, ESP, естественно, там, ну, гипс он так себе. Вот, но к эпифонам отрицательно отношусь. Ее сразу же, как берешь, не знаю. Но тем не менее, их очень много покупают. Да. Приходят, вот прям вот люфт пол. Ну, это самый недорогой люфт пол. Такой вот, из известных. Самый дешевый люфт пол из всех, что сейчас. Да, и из эпифона, да. Самая-самая недорогая тоже, опять, гитары. Мы от каждой фермы взяли все самое недорогое. Так, ну, и последний у нас сегодня экземпляр. Я уже делал обзор на сквайр. Тут то же самое, только у нас более дорогая чуть-версия. Здесь вот бридж, как наибанезе, он более весь гладкий. Собачки все цельные, без вырезов. Здесь у нас есть, опять же, рычаг. Как на всех остальных сегодня стратокастерах. Мы их просто не ставили. И здесь у нас хамбакер в бридже, чтобы могли чуть-чуть помесить. Ну, сквайр, они очень удобные, потому что у них маленький гриф для обучения. Особенно девушкам удобный. Самый маленький гриф, некая, с профиль грифа. На бюллетах идет. И, собственно, здесь синглы. Опять же, то есть, ребята все-таки под легкую музыку рассчитаны. Это классическая форма фендера. Это одна из самых удобных форм. Конечно, внешне начинающим ребятам обычно не нравится. До классических форм надо дорасти. Так сказать, многие говорят. Но, что-то можно сказать. Все, в принципе, выдержано. Смотрите видос по фендеру сквайру. Там все отлично, все рассказано. Мне гитарка прикалывает. Она удобная. Померим, опять же, сразу же. Опять же, не еще, кстати. Вот научились делать. Буквально несколько лет назад я был китайцем. Берешь дешевого, и там много чего не доделано было. Здесь теперь все доделалось, все дошлифовывают, все дослисаривают. Все винтики, все нормально, четко все стоит. То есть, все-таки они растут, и опыт у них идет. Так. Что у нас получается? Два. Высковато. Два под шестой. И два и пять. Под первой и два и пять под шестой. Тоже, ну, чуть выше, чем норма. В принципе, тоже будет немножко нам неудобно, но я думаю, мы справимся как-нибудь. Ну да. В принципе, сквайр – это вообще гитара только для начинающих, мне кажется, потому что, ну… Не, ну сейчас так появились китайские сквайры за 50 тысяч, а очень хорошо сделанные, на самом деле. Очень хорошо сделанные. Я не знаю, что там стоят за звукосниматели, но вот, по моим ощущениям, они даже мексиканский фендер уделывают. Ну, звучит на чистом, она, конечно, неплохо, за счет своих синглов, стекло дает. Ну, это опять же, это вкусовое. Кому-то мне на хамбакере чисто больше приколол всегда. На хамбакере? На хамбакере? В неке, да. Прикольно. Мне будет нравиться. Ну, это в стиле металлики, да? Ну вот. Все, давайте послушаем все это дело на склейке и выведем какое-нибудь окончательное общее мнение, кто у нас победит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и послушали, а звуки судить не будем сразу, потому что, ну, склейка все покажет Вы нам напишите лучше в комментариях, что вам больше затащило Что касательно ощущений от исполнения на данных инструментах Было очень непривычно после более дорогих гитар отстроенных И все-таки еще раз повторюсь, начинающие ребята, если хотят, чтобы у вас быстрее пошло обучение Обязательно отнесите гитару куда-нибудь в магазин, если нету мастеров знакомых Пускай там ее отстроят максимально удобно, чтобы ничего не звенело при этом Там, в общем, все знают, как это сделать И по итогу, по ощущениям, я бы сейчас тоже бы сидел лучше бы с еще одним Айбонезом Да-да-да Вот лично для нас победил Айбонез Да, я тоже его выбрал Не знаем, как там по звуку По звуку они, в принципе, все похожи Собраны очень классно, серьезно Вот Айбонез никогда в этом, даже он и китайский у нас, вот этот, не индонезийский Но порадовал вообще больше, чем всем Плюс это самая дешевая гитара сегодня того, что была Поэтому однозначно победу мы отдаем ей Дальше, наверное, второе место отдадим Ямахе Хотя мне, опять же, неудобен Мне вот гриф неудобен Мне еще неудобно то, что у нее довольно маленькое расстояние до накладки То есть гриф посажен глубже, чем у остальных Это, может, и плюс, но вот играть будет мне неудобно Однако, все-таки по, опять же, по настройке, по удобству По тому, как здесь ничего не мешает, лежит Ну, оба отметили Ямаха, наверное, на втором месте будет стоять Да, Ямаху на второе Да, дальше мы поставим Сквайр Ну, Сквайр, он больше для легкой музыки все-таки у нас Все-таки это такой вот Ну да, но собран тоже неплохо Серьезно, вот для начинающего прям хороший вариант И, ну, кому надо полегче играть Не надо металл, не надо пилить соло Сквайр Тут, я думаю, да, путаться фанаты не будут Потому что кто хочет Айбенес, он Сквайр не возьмет А кто хочет Сквайр, он никогда не посмотришь на Айбенес Ну вот в чем мы сошлись, однозначно Давай, прям так жестко не будем Ну, Эпифон, конечно, гитара на любителя Разочаровала, да, вообще Я так и знал, что она разочарует Потому что, не знаю, дубовая, неудобная Может быть, отчасти решится, конечно Если сменить струны, поставить новые получше Поставить струны, возможно, даже, я не знаю И чуть-чуть отрегулировать, конечно, будет получше Но все равно мы делаем, если сейчас обзор именно заводских настроек То изначально, если бы он еще черный Тогда бы еще смотрелось нормально Вот, однако я бы хотел отметить Здесь у нас не было СГшки Но вот Эпифон СГ, кстати, прикольный Толстые лады, хорош у них по ним такая отдача И вот СГхи я бы, да, расценил У меня были СГхи Что касается Леспов То тяжелый для обучения гитар Поэтому это все-таки Кому хочется, плюс Эпифон, да Кому хочется, плюс Леспова в коллекцию Кому хочется, прямо именно вот Сам конкретно форму Леспова Тому, да Ну вот наши, наши вкусы На Стратокастерах остались На сегодня все Всем спасибо Надеюсь, было интересно Обязательно поставьте лайк Ссылки на все инструменты мы оставим в описании Сможете ознакомиться с характеристиками С ценовой политикой Ну и напишите в комментариях Что бы выбрали вы Что бы прикольно у вас Всем пока До новых видео